Итак, тема сегодняшнего вебинара «ЕГЭ в 2022 году и ОГЭ по биологии. Обзор демоверсий новых контрольно-измерительных материалов». Проведет вебинар Анастасия Анатольевна Кириленко, учитель биологии высшей квалификационной категории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи – это презентация и видеозапись – будут размещены сегодня на нашем сайте на странице вебинара. Сертификат участника в электронном виде отправляется автоматически по завершении вебинара на вашу электронную почту, и рассылка может длиться в течение суток. Уважаемые коллеги, если у вас будут поступать вопросы к лектору, а надеюсь, они у вас будут, пожалуйста, адресуйте их в чат. Я желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я всех поздравляю с началом учебного года, с прошедшим праздником профессиональным. Желаю всем крепкого здоровья, терпения, отзывчивых учеников, благодарных, адекватных родителей и добрых коллег. Давайте мы начнем нашу сегодняшнюю работу и прежде всего поговорим о контрольно-измерительных материалах, о демоверсии ЕГЭ 2022 года. Наверняка многим из вас известно было, что зимой вышли демоверсии, перспективные демоверсии. Много появилось новых форм заданий. Но вот та демоверсия, которая вышла накануне 1 сентября, в конце августа, она порадовала. И в этом году выпускникам, сдающим экзамен, придется встретиться, как и вам тоже, с новыми формами заданий, но их не так много и не так они и страшны, так скажем. Ну, давайте обо всем по порядку. Структура работы ЕГЭ представлена 28 заданиями, которые распределены на две части. В первой части 21 задание, за которое, в общем, может максимально выпускник набрать 38 баллов. И вторая часть включает 7 заданий, каждая из них оценивается в 3 балла, поэтому за вторую часть можно набрать 21 балл. И в сумме за всю работу 59 баллов, которые потом, впоследствии, переводятся в 100-бальную систему. Какие задания есть в первой части, в каком формате и во второй части? В первой части можно встретить 6 заданий, так называемых, с множественным выбором ответов из предложенного списка. Как правило, это 6 ответов, и нужно выбирать 3 из них, либо это 5 ответов, выбирают 2. Эти задания могут быть как с рисунком, так и без рисунка. 7 заданий на установление соответствия, то есть нужно соотнести содержание одного столбца с содержанием второго, и затем записать ответ в виде последовательности цифр. Ну, произошли некоторые усложнения, поэтому мы с вами по ходу об этом поговорим. 4 задания, как видите, их больше становится на установление последовательности. Это задания, в котором нужно, например, установить последовательность систематических категорий, либо последовательность биологических объектов, ну, например, биологических объектов по степени усложнения какой-либо системы, либо по происхождению, то есть в какой последовательности появлялись на планете те или иные классы, там, например, или животные, или растения, последовательность этапов каких-то процессов и явлений. И 4 задания, которые предполагают ответ, который выпускник записывает, либо в виде числа, либо в виде последовательности цифр, либо в виде слова или словосочетания. Задания первой части оцениваются от 1 до 2 баллов. И встречаются задания как базового уровня сложности, так и повышенного. Во второй части работы 7 заданий. Все они предполагают развернутый ответ с комментариями, с пояснениями. Одно задание 22 на применение биологических знаний и умений в практических ситуациях, то есть практикоориентированное задание, но оно несколько усложнено. Остается задание, где будет изображение биологического объекта и вопросы к этому изображению. Либо это будет задание, где будет изображен какой-нибудь вымерший организм, либо растительный, либо животный, и будет представлен фрагмент геохронологической таблицы. Остается задание на анализ биологической информации. То есть это текст, в котором допущены ошибки. Необходимо найти три предложения с ошибками и записать их исправленными. Два задания на обобщение и применение знаний в новой ситуации. 25 задание – это по разделам растения, животные, человека и его здоровье. И 26 задание – это эволюция или экология. И остаются 27 и 28 задания – это задачи. Одна задача по молекулярной биологии, либо на подсчет хромосомы молекул ДНК, либо на энергетический обмен или пластический, на синтез белковых молекул. Разного вида мы разбирали в прошлом году. У нас был вебинар, посвященный именно этим задачам. Если будет необходимость, мы в этом году тоже можем провести такой вебинар, где рассмотрим различные типы задач и последовательность алгоритма их решения. И 28 задание последнее – это задача по генетике. Тоже задачи усложненные. Но вот сегодня с одной из них я вас познакомлю. То есть я пройдусь не по всем 28 заданиям, но обращу ваше внимание на новые формы заданий и на те задания, которые усложняются. Есть по вот этой части какие-то вопросы ко мне по структуре? Если вопросов таких нет, то мы можем начинать знакомство с заданиями. Задание номер один в первой части предполагает ответ в виде слова, либо слово «сочетание», ну вот по разным разделам. Либо это биология как наука, это могут быть методы биологии, это могут быть ученые и вклад, который они внесли в развитие биологии. И четвертый момент – это уровни организации живой материи и свойства живой материи. Ну вот здесь я вам предлагаю одно из заданий, которое посвящено разделу «биология как наука». В данном случае нужно вписать термин, то есть раздел биологии, объектом изучения которого является, например, образование мочи. Но я думаю, что все догадались, что это физиология, потому что процессы жизнедеятельности изучает физиология. Второе задание, которое в новой форме, в новом формате. Такой формы задания никогда не было и даже не было такого задания в перспективной демоверсии. Это задание предполагает описание некого эксперимента или опыта. Ну вот в данном случае растираются семена пшеницы до состояния муки в ступке. Затем эту муку помещают в марлевый мешочек, состоящий из нескольких слоев марли и промывают муку до тех пор, пока в марли не остается клейкая масса. Затем эту мутную воду, в эту мутную воду вносят каплю раствора йода и наблюдают, что вода окрашивается в фиолетовый или синий цвет. И вот необходимо ответить на вопрос, наличие каких веществ определял экспериментатор в каждом случае. И вот в таблицу, которая внизу, где ответ, необходимо вписать цифры. В данном случае это вещества белок, жир, углеводы. Вписываются только цифры для удобства. Я вписала здесь еще и слова в скобках. Этого делать не надо будет на экзамене, но для знакомства вот таким образом я поступила. Могут быть в демонстрационной версии. Сейчас я вам демонстрирую задания, которые уже будут в нашей... Уже книга написана по этой демоверсии. Она проходит последние стадии, да, утверждения печати. Я не знаю, в типографии ли она. Но вот-вот как свежеиспеченный пирожок появится. Поэтому я вам представляю задание из нашей новой книги, потому что демоверсию вы наверняка все видели. Там вопрос второй был посвящен тому, что семена помещали, по-моему, в холодильник. Семена фасоли. И там нужно было определить, как будет меняться или не меняться количество воды, концентрация солей. Там дается три ответа. Увеличится, уменьшится или не изменится. Ну вот другой вариант этого задания номер два. Так, задания три и задания четыре посвящены решению элементарных биологических задач, которые не требуют подробного решения, комментариев, а просто ответ записывается только в виде числа. Ну вот один из вариантов такого задания у вас сейчас на слайде. И я так думаю, что вы понимаете, что половых хромосом в соматических клетках будет всегда две. У лягушки тем более. Не спрашивается вообще о количестве хромосом всех, да. Гоплоидный набор хоть и 13, диплоидный будет 26, но из этих 26 две всегда будут половыми, которые определяют пол животного. Надеюсь, что это все понятно всем. Четвертое задание тоже элементарная задача, но не на молекулярную биологию, а задача по генетике, которая может быть представлена в таком текстовом виде, либо может быть представлена в виде фрагмента родословной. И тогда, проанализировав родословную, необходимо будет указать, например, вероятность появления потомков с каким-то признаком, либо еще какие-то вопросы, может быть, соотношение фенотипов к генотипам. В данном случае необходимо указать последовательность цифр, которые показывают соотношение фенотипов. Ну, здесь понятно, что гетерозиготная самка и белый самец – это анализирующее скрещивание, поэтому соотношение будет один к одному, но запись в бланк ответов будет выглядеть вот таким образом, без всяких знаков припинания, которые мы используем с вами при решении задачи, при написании комментариев. Задание номер пять. Вот это задание в новой форме, и это как блок заданий, пятое и шестое. Для этих двух заданий представлены схемы либо рисунки. Ну, вот в данном случае вы видите, что изображены схемы различных молекул органических веществ. И пятое задание предполагает ответ на вопрос, под каким номером на рисунке обозначена молекула, имеющая акцепторный участок. Ну, акцепторный участок имеет транспортное РНК, к нему прикрепляется аминокислота, поэтому правильный ответ будет два. Под номером два изображена транспортная РНК. И к этому же рисунку, к этим же схемам, шестое задание на установление соответствия. Обратите внимание, в чем состоит усложнение заданий 22-го года на установление соответствий. Как правило, раньше было два каких-то объекта, которые обозначались транспортной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да. Давайте вот с текущего. А теперь, коллеги, отзовитесь, пожалуйста, видно нас, слышно ли нас. Мы знаем, что были небольшие проблемы, и я вас прошу написать, с какого момента проблемы начались для того, чтобы вернуться и повторить все, что я тут говорила себе самой. Не восьмое, это у нас седьмое, мы только к нему перешли. И вот это задание было, услышали про него или нет? Ставьте, если да, то плюсики. С шестого, да? Ну, я еще буквально два слова. Значит, блок заданий 5 и 6 предполагает работу вот с рисунками или схемами. Это обычно 3-4 рисунка. И да, жду опять. Теперь все видно, да? Видно? Хорошо. И вот шестое задание, оно на установление соответствия. Усложняется задание тем, что теперь 4 объекта, для которых нужно выбрать признаки или какие-то характеристики, особенности, функции. Нету никакой закономерности, что, допустим, из 6 признаков, когда было 2 объекта, 3 признака будет для одного и 3 для другого, как подсказка такая. От этого уходили разработчики, но сейчас усложнили тем, что этих объектов будет 3 или даже 4. Значит, ответ, видите, выглядит в виде вот такой последовательности цифр. Признак, вернее, для молекулы 1, для ДНК и для транспортной РНК всего по одному признаку. И для информационной РНК, а вот для АТФ в этом списке 3 признака. Поэтому нужно обратить внимание выпускников на том, чтобы они не зацикливались, что будет равномерное распределение этих признаков между объектами, для которых признаки прописываются. Это новая форма задания, она была в перспективной демонстрационной версии. Задание номер 7 и подобные задания, где предполагается множественный выбор ответов, 3 из 6. Эти задания могут быть с рисунком и без рисунка. В данном случае нужно найти признаки, которые относятся к рисунку. Могут быть задания, где необходимо определить правильно сделанные обозначения на рисунке. Либо просто без рисунка выбираются какие-то признаки из 6, их нужно выбрать 3. Так. Да, да, да. Так, идем дальше. Я говорила, что будет 4 задания на установление последовательности. Ну, вот один из вариантов – это установление последовательности процессов, которые происходят в жизненном цикле соматической клетки. И в таблицу записывается только последовательность цифр. Ну, с такими заданиями мы встречались. Кроме того, могут быть задания на установление последовательности систематических категорий токсонов, либо биологических объектов. Так. Девятое задание тоже с рисунком. Тоже множественный выбор. И вот тут нужно выбирать верно сделанные подписи к данному рисунку. Три ответа из шести и тоже записываются в виде последовательности цифр. В данных заданиях, вот как в девятом, в седьмом, последовательность цифр здесь не важна. То есть в порядке убывания, в порядке возрастания. Дело в том, что вот видите, и тут даже дано, что не по порядку на слайде оказались цифры. Лучше, конечно, писать в бланк ответа в порядке возрастания, хотя допускаются и другие формы написания, потому что эту часть проверяет компьютер, и закладываются все вариации, какие могут быть сочетания цифр в данном случае. Задание пятнадцатое. Задание – это работа с текстом, в котором дается описание какого-то объекта, и необходимо выбрать, ну, например, признаки, в которых описаны экологические критерии вида. В данном случае описан страус африканский. Здесь вот четко нужно различать экологические и физиологические критерии. Экологические и географические выпускники должны четко понимать, что, какие описания они будут искать. Я напомню просто, географические – это указание конкретного, название конкретного места, где обитает тот или иной вид, а вот экологические – это условия, в которых обитает данный представитель. Ноги мощные двупалые, оперение рыхлое, бородки перьев не сцепляются друг с другом и не образуют перьевых пластинок. Это типичный морфологический критерий, потому что идет описание внешних признаков. К экологическому критерию относятся условия обитания, питание – это будет, смотрите, в пятом предложении – обычной пищей являются растения, побеги, цветы, семена и так далее. И какие-то еще вещи, которые связаны действительно с условиями обитания. То есть африканский страус может долго обходиться без воды и получать ее из растений, которые поедает. Ну а если есть возможность, то он с удовольствием пьет и купается. Я поняла, я включила предыдущий слайд. Ну гометы образуются, вот выходят гометы. Это под цифрой 3. Там бы я под цифрой 2 указала, что идет метоз. Так, переходим к следующему заданию. Задание 20 может быть представлено как с рисунком, так и в виде таблицы. И, значит, здесь заполняется таблица с использованием рисунка, а может быть заполнение таблицы без рисунка. Ну вот в данном случае нужно определить тип приспособления, форму естественного отбора и путь эволюции. И выбираются элементы ответов вот из списка. Таких ответов может быть 7 или 8. Выбирается только 3. Вот, пожалуйста, множественный выбор. Итак, это маскировка, естественный отбор, конечно, движущая форма и путь эволюции и идеоадаптация. Еще один пример, когда нужно заполнить таблицу. Есть рисунок. Название процесса, где процесс осуществляется и каков основной результат. Ну вот могут быть предложены 8 вариантов ответа. Из них выбираем только 3. Это 20-е задание. И последнее задание в первой части, 21-е задание. Это анализ информации, которая представлена графически, либо в виде таблицы, либо в виде диаграммы. Ну вот в данном случае есть график, который отражает процессы саморегуляции численности особей в популяции. И из пяти утверждений нужно выбрать те, которые можно будет сформулировать на основе анализа представленных данных. То есть вот ту информацию, которую можно извлечь из данного графика. Здесь ответы могут быть более-менее правдоподобные и даже правильные. Но если мы этого не видим на графике, либо на рисунке, то эти ответы не подходят как правильные. В данном случае выбираем третье и пятое утверждения. Да, в 20-м задании важна последовательность. Я сейчас вернусь на слайд, потому что, посмотрите, здесь каждый элемент обозначен определенной буквой. Название процесса – буква «А», поэтому при проверке будет закладываться только один вариант правильного ответа. Здесь очень важна последовательность цифр, написать их так, как они пропущены в таблице. В другой последовательности компьютер засчитает как неверный ответ. Так это не… Почему процесса? Ой, тут, извиняюсь, тут опечатка. Тут должна быть транскрипт, трансляция. Трансляция. Тут цифра 5 должна быть. Мы сейчас исправим для того, чтобы презентация… Спасибо. Презентация, которую вы получите, была с правильным ответом. Мы исправим. Прошу прощения. Молодцы, да, спасибо. Место осуществления. Вот здесь вот ответ как раз-таки и должно быть 7, 5, и основной результат – белок должен быть, да? 6. Вот тут ответ, не знаю, может быть, что-то из предыдущего выскочило. Спасибо. Мы обязательно этот вопрос, вот это задание, ответ исправим. Я сейчас себе помечу номер 20. Исправить. Но их не так много новых заданий, поэтому, коллеги, вот теперь переходим ко второй части, в которой есть новая форма заданий, которая является заданием на применение знаний и умений в практических ситуациях. Идет описание какого-то конкретного эксперимента. И нужно в этих заданиях отвечать на следующие вопросы. Какая переменная в эксперименте будет зависимой, какая будет независимой. И дальше еще могут быть вопросы, касаемые конкретного эксперимента. В данном случае идет описание функциональной пробы Мартина на определение функционального состояния сердечно-сосудистой системы. В этой пробе испытуемый должен в течение 30 секунд сделать 20 приседаний. Для эксперимента ему нужен секундомер и калькулятор. Вот. Теперь вопросы. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой, какая независимой. И при проведении этой пробы пульс измеряется сначала до нагрузки в состоянии покоя. Затем испытуемый делает приседания. После приседаний сразу же измеряется пульс. И потом в течение, через одну минуту, через три, через пять. Вот в такой последовательности. Ответом на вопрос будет следующее. Зависимая переменная – это пульс человека, потому что он будет меняться. И независимая – это интенсивность физической нагрузки. Дело в том, что в функциональных пробах всегда дается дозированная нагрузка. И не зря говорится о том, что 20 приседаний необходимо сделать за 30 секунд, чтобы была чистота эксперимента. Далее. Что позволяют оценить функциональные пробы? Ну вот в данном случае оценивается состояние сердечно-сосудистой системы. А вообще нужно оценить состояние какой-либо системы и уровень физической работоспособности. А также определить, как реагируют отдельные системы или органы на определенные воздействия. И можно оценить результаты. Причем результаты можно оценивать и количественно, и качественно. Но в данном случае оценивается пульс, его ритмичность, определяется степень учащения пульса и время восстановления после физической нагрузки. Обращаю ваше внимание. Все задания второй части оцениваются максимально в 3 балла, но количество элементов в ответе увеличивается. Но мы привыкли уже, что если задание оценивается в 3 балла, то, соответственно, будет 3 элемента ответа. В данном случае элементов 4. И если выпускник еще дает дополнительную информацию, которая не имеет отношения к данному вопросу, она без ошибок, то дополнительные баллы за это не начисляются. А вот если в этой дополнительной информации будут допущены биологические ошибки, то эксперт имеет право снять 1 балл за эти биологические ошибки. Вот такие новшества вводятся и при оценивании для работы экспертов. 23 задание остается таким же, это работа с рисунком. Напоминаю, что при ответе на вопросы, при описании, при обосновании своего ответа можно использовать только ту информацию, которую мы видим на рисунке. Не вообще то, что мы знаем о данном объекте, а именно ту информацию, которая есть на рисунке. Ну, в данном случае, посмотрите, сколько у нас вопросов. Животных какого типа изучали школьники? Нужно написать название типа, но обязательно свой ответ обосновать. Указать, какие клетки изображены на рисунке, каковы особенности строения и функционирования этих изображенных клеток. И посмотрите, ответ предполагает наличие шести элементов. Указывается тип кишечно-полосный с характерными признаками, многоклеточные и двуслойные. Дальше идут дифференциация клеток, затем указаны, какие клетки изображены, где они расположены, их строение и их функционирование, как они работают и какую функцию они выполняют. И опять-таки для эксперта всегда будет написано, что за дополнительную информацию не будут начисляться баллы. То есть про размножение ничего тут не спрашивается. Там про еще какие-то, допустим, переживания неблагоприятных условий. То, что не имеет отношения к данному вопросу, к данному заданию. Но при наличии ошибок будет сниматься балл. Поэтому получается, что при оценивании, несмотря на то, что шесть элементов предполагает ответ, посмотрите, какая инструкция будет у эксперта. За правильные пять-шесть названных элементов эксперт поставит три балла. Если этих элементов без биологических ошибок будет названо четыре, это два балла. Три элемента – это один балл. Два элемента и один вообще не учитываются. И все, что не соответствует выставлению трех, двух и одного балла, будет оцениваться как неправильный ответ – ноль баллов. Да, пять-шесть пунктов должно быть указано. Вот, посмотрите, я специально вынесла на слайд отдельно критерии для оценивания. Но заданий подобного типа, вот этих элементов ответа может быть не шесть, их может быть семь, восемь, девять и даже десять. Но тогда просто будет увеличиваться число элементов для получения трех, двух и одного балла. Вот так. Вот в этом идет усложнение заданий, потому что требуются развернутые подробные ответы с комментариями, с объяснениями, и разбивается это все на более мелкие элементы, и все учитывается. Ну, это вопрос не ко мне, а вопрос, наверное, все-таки к типографии, к редакции, потому что книга написана, и мы просто в ближайшее время ждем ее. На сайте, по-моему, уже появилась она, что она ожидается. Можно обформить предзаказ, поэтому выходите на сайт интернет-магазин, смотрите. Вот там, как только появится, она будет написано, что новинка. Сейчас она в режиме ожидания. Задание двадцать четвертое не изменилось. Это работа с текстом, в котором допущены ошибки. Обращаю ваше внимание на то, что нужно выпускнику не просто указать номера предложений, надо их исправить, то есть дать правильную формулировку. Это к тому, что не записываются какие-то отдельные слова или словосочетания, а полностью пишется предложение, в котором исправлена ошибка, с правильной формулировкой. Предложений семь, они могут быть довольно длинными, сложными. Вот. Теперь еще один момент, который тоже несколько усложняет данное задание. Во-первых, нужно исправлять ошибки в отношении текста. Текст имеет название. В данном случае это мукор. Если бывают тексты, допустим, там назывался бы он грибы или растения, и в самом тексте происходило бы сравнивание грибов с растениями, то вот нужно исправлять ошибки в отношении названия текста, то есть о чем идет речь. Если текст называется «грибы», то ошибки будут исправляться в отношении грибов. Еще один момент. Если в тексте исправлено четыре или более предложений, да, то за каждое лишнее предложение эксперт будет снимать по одному баллу. То есть вот три нашел ошибки, исправил, это три балла максимально. Но выпускник находит еще и четвертое предложение, исправляет. В этом случае уже максимального балла не будет. Эксперт засчитает только два балла. Поэтому очень внимательно надо читать и внимательно выписывать эти предложения с правильной формулировкой. Когда отвечает и не пишет первое, второе, третье и так далее, на элементы разобьет эксперт, который проверяет. Это же специалист, это учитель биологии или преподаватель, у которого перед глазами лежат критерии. И проверяется работа с использованием ручки, карандаша. То есть, например, при проверке я имею право в этом листе подчеркивать эти ключевые слова, которые указаны в элементах. Если это есть, значит, это уже засчитывается потом просто путем подсчета, сколько же этих элементов указал выпускник. И тогда в соответствии с этим выставляются баллы. Это кропотливая работа, которая требует внимания. Усложняется не только работа выпускника на экзамене, но и работа эксперта при проверке, при таком подходе. Почему непонятно? Всегда в двадцать четвертом задании есть предложения. Три предложения, в которых сделаны ошибки. Три всегда предложения. Ни разу мне не встречалось, чтобы было больше или меньше. Да, три должно быть предложений. Но можно указать одно только. Выпускник может написать два, может написать три, а иногда четыре или пять. Но тогда будет количество баллов. Если ты больше трех, количество баллов будет меняться. Не будет максимального. Так, двадцать пятое задание и двадцать шестое вызывают всегда затруднения, наиболее сложные. Это вот на слайде рисунки для того, чтобы немножко проиллюстрировать само задание. Задания довольно сложные тем, что они требуют рассуждений, они требуют комментариев, бывают довольно объемными, когда пишется ответ. Иногда довольно сложно даже выделить какие-то элементы ответа. Но, тем не менее, вот такие задания двадцать пятое и двадцать шестое. Двадцать пятое – это задание, напоминаю, по разделу растения, животные, человек, бактерии, грибы, лишайники. Вот эта часть. А задание двадцать шестое – это экология и эволюция. Ну, вернемся к заданию. Здесь описан герой сказки Киплинга, книга «Джунгли» и «Маугли». И далее вопрос, какую ошибку с точки зрения биологии допустил автор. Ну, вы задание само наверняка прочитали, я не буду дублировать. Ну, вот как, на мой взгляд, должен выглядеть ответ. Во-первых, идет описание, кто же такие подлинные «Маугли». Далее описывается, что дети, которые были выкормлены животными, они не могут адаптироваться к жизни в обществе. Вот, потому что все подлинное человеческое формируется в процессе общения в обществе. Устная письменная речь тоже обеспечивает преимственность поколений и позволяет знакомиться с опытом других людей. И она тоже формируется в процессе общения. Поэтому человек, который не научился говорить до шести лет, то он уже не сможет после шести лет освоить язык. Вот это ошибки, которые были сделаны автором данной сказки. Вот тут тоже, видите, пять элементов. И баллы, которые будут выставляться. Вот за все пять элементов будет три балла, за четыре любых элемента будет два балла, и за три элемента один балл. Вот сложность вопросов. Это двадцать пятое задание. Двадцать шестое. Ну, вот тут я выбрала из нашей книги задание по экологии. Здесь говорится о том, что встречаются крупные травоядные животные в лесу, там в степи. И каковы особенности строения пищеварительной системы этих крупных животных. Здесь, ну вот в данном задании, в ответе, четыре элемента про зубы, про отсутствие клыков, про строение желудка и про кишечник. Оценивание будет таким образом. За все четыре элемента три балла, за три элемента два балла, за два элемента один. А знаете, как вот я всегда говорю ученикам, что надо писать все, что ты знаешь, чем больше, тем лучше, для того, чтобы повысить вероятность попадания в те элементы, которые заложили разработчики заданий. Если это идет речь, вот как в данном случае о каких-то признаках, особенностях, чем больше напишите, тем лучше. Вот здесь, видите, так и прошлись про зубы, про клыки, это тоже про зубы, да, получается, про желудок и кишечник. Речь идет о каких-то функциях, о признаках, об особенностях. Писать нужно чем больше, тем лучше, а там будет разбираться сам эксперт, какие критерии названы или нет. Дело в том, что может быть неравнозначные элементы иногда. Иногда элемент может содержать одно слово или словосочетание, а другой элемент будет в себе содержать перечисление. Двадцать пятое задание и двадцать шестое, да, очень сложные задания, и из опыта, как правило, вот на них спотыкаются. Бывают очень сложные задания и двадцать второе, например, практика ориентированная. Но я как-то заметила, если сложное двадцать второе, тогда двадцать пятое и двадцать шестое более-менее удобоваримы, и на них можно ответить, и выпускники набирают там один, иногда два балла. Вот. Если же практика, вот первое задание, практика ориентированная, попроще, то тогда усложняются двадцать пятое и двадцать шестое. Минусуются баллы со всей работы. Дело в том, что эксперты проверяют только вторую часть. Каждую работу проверяют два эксперта. Это основная проверка. Затем происходит этап, на котором сличаются оценки двух экспертов. И если выясняется, что есть расхождение в баллах по каждому заданию и по второй части в целом, расхождение два и более баллов, то тогда назначается третий эксперт, который будет проводить третью проверку. И уже его оценки будут окончательными. Третий эксперт проверяет работу. Он может выставлять баллы одного из экспертов, а может ставить свои оценки. То есть он может не согласиться с экспертами, которые проверяли до него. Вот таким образом. Если раньше третья проверка назначалась, ну вот задание, допустим, два и более баллов расхождения, один выставил три балла, другой один. Вот два балла, уже будет третья проверка. Один эксперт поставил три балла, другой ноль. Будет третья проверка. Дублирует? В чем же дублирует? Ну и в чем же происходит дублирование, коллеги? Подскажите. Ну вот я открыла слайд, это 25-е задание с ответами. Ну, дело в том, что, понимаете, это как эталон, да, это как образец ответа. Но проверяют вторую часть эксперт, специалист. Это опытный учитель биологии, который работает в школе. Обычно это учителя высшей квалификационной категории, имеющие какие-то звания. В общем, это заслуженные люди, это лучшие из лучших. Это могут быть преподаватели высших учебных заведений, которые также участвуют и в проверке ЕГЭ, и в проверке, например, олимпиад, подготовки и так далее. У каждого эксперта есть критерии. Перед тем, как проверять работы, обязательно все обсуждается. И эксперты обсуждают, что будет засчитано, что не будет. То есть мы пытаемся составить так называемый веер ответов. И люди, которые имеют огромный опыт практический, мы можем предположить, как на данный вопрос будут отвечать выпускники, что они могут выбрать такую терминологию, еще что-то. Это все обсуждается и подводится под критерии, поэтому проверка, я говорю, что это очень трудоемкий, кропотливый процесс для того, чтобы работать в унисон. Поэтому бывают у нас, конечно, третьи проверки, потому что сколько людей, столько мнений, написать об одном и том же можно разными словами, но это же не с улицы набранные люди, которые ничего не смыслят в биологии. Так что в этом плане можете не переживать, комиссия у нас довольно профессиональная. Значит, когда они оформляют работу, то для того, чтобы улучшить качество проверки и объективность, надо учить их обязательно писать номер задания, чтобы это было четко видно. Очень советую, чтобы они писали это по порядку, начиная с 22-й, 23-й, потому что они-то работают на черновике, а потом переписывают уже в бланк ответов. Если есть возможность, то, конечно, выделять эти элементы ответа. Это характерно, например, для вопросов, где исправляются ошибки в предложениях. Обязательно указывать номер предложения, в котором допущена ошибка, и его записывать. То есть нужно писать аккуратно, разборчиво, тогда это повышает качество проверки. Эксперт не будет тратить время на то, чтобы разгадывать иероглифы, почерк потенциальных врачей, которые пишут непонятно только для себя. Вот желательно, чтобы это было разборчиво и очень аккуратно. И лучше всего по порядку и выделены номера этих вопросов. Уже утверждены минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы. И на сайте ФИПИ, на сайте Рособорнадзора вы можете посмотреть. Я вот сейчас не помню, по-моему, минимальный балл 39 по биологии. По-моему, коллеги, не буду врать. Ну, возьмите, действовать начинает этот приказ, силу вступает с 12 октября. Уже он есть. Убутверждение минимального количества баллов при приеме в высшие учебные заведения. Ну, опять это тоже не ко мне вопрос. В моем понимании, что лучше будет трудно в бою, поэтому мы стараемся с нашим авторским коллективом не писать примитивные задания, а стараемся все-таки их, ну, писать на довольно высоком уровне, чтобы они были сложными. Это трудно будет, когда выпускник готовится, но имеет возможность проконсультироваться с учителем, с репетитором, поднять какую-то литературу, учебники, а на экзамене пустим и достанутся простые вопросы. Таково мое мнение. Так, 27-е задание – это задача по молекулярной биологии, вот в данном случае на подсчет числа хромосом. Я особо не буду акцентировать внимание на это задание, потому что у нас наверняка будет вебинар посвящен решению задач по молекулярной биологии. Но для того, чтобы отвечать на подобного рода вопросы, нужно очень хорошо ориентироваться в материале, а именно очень хорошо знать цикл развития споровых и семенных растений. И здесь обратите внимание, схема решения задачи должна включать обязательные элементы, их 4. Даже здесь задачи не 3 элемента, а 4. Все должно быть подробно расписано, даны комментарии. Но для такого ответа надо четко представлять схему, четко представлять, как идет процесс. Поэтому для подготовки и для возможности решения подобного рода задач вы можете обратиться к нашему посудию растения, где эта информация представлена по каждому отделу растений в виде текста, в виде рисунка, в виде схемы. И тогда можно все это заучить, запомнить и решать эти задачи на раз-два, так скажем, если есть представление. Так, это задание 27. 28 задание – это задача по генетике. Я специально выбрала вот эту задачу, которая может вызвать затруднения, потому что это задача на двойное сцепление генов в х-хромосоме. Ну, я думаю, что вы уже прочитали, наверное, текст этой задачи. Я просто хочу сейчас перейти к ее решению и обратить внимание, что в задачах, которые на сцепленное наследование, все-таки нужно гометы или генотипы хотя бы, генотипы родителей, записывать не в буквенной форме, а в хромосомной. Так, я надеюсь, все прочитали, да, задачу. Мы можем переходить непосредственно к ответу на эту задачу. Буквенное изображение. Вот сейчас родители записаны, именно фенотипы их сначала записаны, а затем генотипы. Ниже я вам представляю хромосомную символику для сцепленных генов. Почему именно так? Потому что если вернуться к условию, то послушайте, женщина, которая имеет нормальное зрение, но мать, которой страдала красной слепотой, красная слепота у нас B малая, а отец с зеленой слепотой – это A малая. Вот получается, что одну х-хромосому эта женщина получила от матери, которая передала ген красной слепоты, а вторую х-хромосому она получает от отца, а отец страдал зеленой слепотой. Поэтому генотип-то записан вот так, ну, как бы мы писали, А большое, А малая, Б большое, Б малая, но гены сцеплены именно вот таким образом. А большое, Б малая, и А малая, Б большого. Затем расписываются гометы между х-хромосомами. Кроссинговер идет, поэтому могут появляться кроссоверные гометы. В одной х-хромосоме будет оба доминантных признаков, в другой х-хромосоме оба рецессивных. И уже исходя из этого записываются генотипы возможных потомков. По условию задачи сказано, что родились или могут родиться там абсолютно здоровые дети. В задачах, которые на сцепленное наследование, на сцепленное с полом наследования, обязательно должны указываться пол, фенотипы, генотипы. Если еще и указаны расщепления количественные, то обязательно должны быть указаны эти цифры, то есть фенотипические цифры. Ну и вторая часть, то есть вот эта вот первая схема, за это начисляет на второе скрещивание второй балл, и третий балл будет начислен только в том случае, если будет дан подробный комментарий, объяснение. Вот. И смотрите, элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и фенотипов, и пола всех возможных потомков. Это очень важно. Вот задача, ну, не могу я сказать, что она суперсложная, но она требует, она очень объемная, она требует времени для того, чтобы ее решить и потом в бланке аккуратно оформить. На это уходит время, и многие выпускники жалуются, как правило, на то, что времени не хватает. Времени сейчас на написание биологии начинали с 3 часов, да, 180 минут. Сейчас это уже почти 4 часа, 3.55. Вот. Есть вопросы по вот этой части? Есть у нас вопросы? Есть вопросы? Да, количество часов, конечно, у нас катастрофически маленькое. Выручает, конечно, если у вас есть возможность, это профильно углубленное изучение, тогда можно иметь, ну, хотя бы 3-4 часа биологии, хотя в идеале бы еще больше. Например, 3 часа по учебному плану, плюс еще можно брать элективные курсы, может быть, за счет неурочки. Но опять-таки, это количество часов не бесконечно, потому что при пятидневке, при шестидневке есть максимальная недельная нагрузка, и поэтому учебный план, он тоже небезразмерный. В биологию входит тройку самых сложных предметов наряду с профильной математикой, физикой. Вот. И получить 100 баллов на биологии, ну, очень сложно, очень сложно. Сейчас я хочу вас познакомить с заданиями, которые были представлены в перспективной демоверсии, но не вошли в демоверсию 22-го года. Хотя разработчики говорят, что потихоньку до 24-го года структура работ поменяется и поменяется значительно. Ну, вот уже в этом году они ввели 2-3 новых формата заданий, а какие еще были представлены в перспективной демоверсии. Ну, например, составление биологического термина с использованием приставок и корней. Идет расшифровка, а затем нужно составить непосредственно сам термин. Ну, в данном случае это гидролиз. Задания, которые предполагают вот работу с рисунками или схемами, вот я одно представляла, а в демоверсии таких заданий было несколько. Вот, например, по биологии клетки было задание, это блок заданий, да, там было 5-6 у нас, здесь вот 8-9. И еще задание по разделу человек, задание по разделу растения либо животные, дальше раздел человек, то есть вот несколько таких было заданий. когда нужно написать, к какому классу относятся данные животные, а затем идет задание на установление соответствия между текстом двух столбцов. Ну, здесь насекомые. Вот, пожалуйста, задание из раздела «Человек, его здоровье». Например, изображена дыхательная система, сделаны соответствующие обозначения, и надо написать, о какой структуре идет речь в тексте, да. Это про гортань. Так, в перспективной демоверсии можно было встретить задание вот такого плана, когда дается, ну, вот такая схема, описывающая расположение таксонов соподчинения, да, с условными обозначениями. И нужно найти в жизненном цикле преобладает спарафит, образуются семена опыления ветра в эндоспергоплоидной. Ну, вот нужно написать, какому таксону, изображенному на схеме, относится это отписание. Так. Ну, из ВПР похожее задание, из ВПР там немножечко по-другому это выглядит, но тем не менее, вот такие могли быть задания. И если вот в старой версии то, что нас ждет в этом году, задание на анализ информации, представленной графически, либо в виде диаграмм, либо таблиц, там даны утверждения, и надо найти два вывода, которые можно сформулировать, то в перспективной демоверсии это задание усложнялось тем, и выносилось во вторую часть. Представлен был график, и нужно сформулировать самостоятельно вывод относительно предпочтений в данном случае в выборе домашних животных. То есть нужно сформулировать вывод, который будет касаться результата анализа представленных данных. Ну и вот посмотрите, как этот вывод может выглядеть в виде одного предложения и оценивается одним баллом, хотя находится во второй части. Дело в том, что там просто рисунок дан как иллюстрация, чтобы слайд не был заполнен только текстом. Вы уж рассмотрели, что там написано, нарисован, какая соль, не с точки зрения химии. Там речь шла о веществах, которые органически и с помощью воды подвергаются расщеплению. Там речь как раз таки шла о гидролизе. Рисунок может запутывать, рисунок может вводить в заблуждение. Это говорит о том, что спасибо, хорошо, внимательно смотрите, замечаете, подмечаете такие мелочи. Иногда я вот специально так делаю, что-нибудь, какую-нибудь информацию лишнюю даю для того, чтобы акцентировать внимание на внимательном прочтении, а самое главное осмыслении того, что ты прочитал. И выпускник должен быть уверен в том, что его знания крепкие, что его никто не свернет с истинного пути. Ну вот такие приемчики срабатывают коллеги и на вас. Спасибо. Так, из перспективной демоверсии, вот то, что касалось какого-то эксперимента. А в перспективной демоверсии это задание выглядело бы вот таким образом. Ну, здесь описывается про пероксид водорода, что это ядовитое вещество. Дальше идет описание, как фермент каталаза расщепляет пероксид водорода на воду и кислород. Лабораторная работа, которую вы проводите в курсе человека и его здоровья. Те, кто работает на третьем образовательном уровне, тоже проводят эту лабораторную либо демонстрационную, либо в классе, как при профильном обучении, так и базовом, когда смотрят взаимодействие с сырым картофелем или мясом и вареным. Дальше, вот смотрите, блок вопросов к описанию этого эксперимента. Мы уже встречались с вами в 22-м. Какая переменная зависимая, какая независимая. Дальше идут два вопроса. Вот смотрите, один из них как бы как по алгоритму. Какие действия следует применить для повышения достоверности полученных результатов, то есть для исключения каких-то случайных ошибок на результат эксперимента. То есть вот это задание по планированию эксперимента, по способности его анализировать и делать выводы. Ну и дальше идет просто вопрос, который связан вот с пероксидом. Почему же его используют в медицине, несмотря на то, что это вещество ядовитое? Ну и вот ответы на эти вопросы, представленные на последний в частности. Пероксид водорода в медицине используется. Для чего? И так далее. Вот это из перспективной демоверсии практика ориентированная, нет, даже не практика ориентированная, это задание, которое проверяет умение планировать эксперимент, анализировать результаты и делать выводы. Ну, довольно сложно. И еще перспективная демоверсия предполагала решение различных расчетных задач по биологии. Ну, в демоверсии вы можете посмотреть эту расчетную задачу. Она дается и в первой части, и 30-е задание. Кстати, вот в перспективной демоверсии не 28, а 30 заданий. Вот привожу вам один из примеров, какой может быть расчетной задачи. Вот средняя школа, отпускается норма хлеба на каждого учащегося во время обеда 30 грамм. Часть хлеба остается, идет в отходы. И в целях экономии стали отпускать кусочки, вот эти 30 грамм, отпускать двумя кусочками по 15. Одна пятая часть хлеба остается, но может повторно использоваться. Ну, то есть можно ее подсушить, использовать в качестве сухариков еще каким-то образом. Вот нужно подсчитать, сколько экономит хлеба школа за рабочий день, неделю. Если обедает 600 учащихся, а завтракает 400. Вот такая задачка расчетная с биологическим содержанием. Ну, ответ бы выглядел таким образом, что подсчитали бы мы количество учащихся, теперь норма отпуска хлеба, сколько на всех, на эту тысячу. И если одна часть, одна пятая часть остается ежедневно, то это 6 килограмм экономия хлеба в день. И вот в течение 6 дней школа экономит при таком подходе 36 килограмм хлеба. Я понимаю, что это не биология. В перспективной демоверсии написано расчетная задача. И задача предполагает расчет, вот может быть задача с биологическим содержанием, это может быть задача по подсчету биомассы в цепи питания с использованием правила 10%, правила экологической пирамиды. Это могли быть задачи, которые используются, расчетные задачи по энергетическому обмену, подсчетом количества молей, например, кислорода, углекислого газа, при фотосинтезе, при энергетическом обмене. Ну вот это из перспективной демоверсии. Нет, в этом году не вошла, можно выдохнуть, но я не могла вас не познакомить с этими вариациями. Теперь, что касается наших пособий, уже есть, вернее, ожидается у нас тематический тренинг в состоянии ожидания, молекулярная биология, тетрадь вышла, вышла новая книга основная, вышли книги, вот, растения и животные, есть большой справочник обновленный, видно его, да? Вот. Ну, вообще, вот на обложке нам задней, всегда есть список пособий, которые выходят в этом году. Так что заходите на сайт, следите за новинками и заказывайте новые пособия. Ну, вот это то, что касается ЕГЭ. Несколько слов о ЕГЭ по биологии 2022 года. Ну, я вам напомню, что в течение двух лет экзамен по биологии, ЕГЭ по биологии, не проводилось в связи с эпидемической ситуацией. Первый год вообще не проводились экзамены, если помните, да, когда мы сидели на самоизоляции, на дистанционном обучении были. А вот в прошлом году провели эксперимент. Сначала десятиклассники в сентябре-октябре написали по всем предметам, ну, вот у нас в Ростовской области по всем предметам называемые диагностические контрольные работы. Вот. Девятиклассники, выпускники прошлого учебного года, сдали русский язык и математику. для того, чтобы получить аттестаты. Но предварительно в мае месяце по одному из предметов по выбору они написали контрольную работу в формате ОГЭ. Эти данные, ну, результаты этих работ не повлияли на оценки в аттестате. Вот. Но, тем не менее, Рособорнадзор накопил информацию о уровне подготовки, о качестве подготовки выпускников девятых классов. Очень плохо написали математику, очень много было двоек. Вот. Многие не получили аттестаты по результатам осенней кампании. Наверняка в ваших регионах есть такие случаи. Поэтому ОГЭ по биологии уже в течение двух лет никак не менялась. Нет опыта, как пишут выпускники. Единственное, что контрольную работу, но она была в том же формате ОГЭ, как два года назад. И в этом году разработчики оставили без изменений. Это 29 заданий, две части. В первой 24 задания, во второй пять. За всю работу можно получить 45 баллов, 32 баллов в первой части и 13 баллов во второй. И по ОГЭ, для подготовки к ОГЭ, я не знаю просто, как будет все в этом году обстоять. Время покажет. Вот. Для подготовки к основному государственному экзамену по биологии у нас вышла книга и тематический тренинг, и книга у нас вышла 20 тренировочных вариантов с разбором всех типов заданий. Вот. Ну, если кому-то интересно, то можно в нашем архиве посмотреть презентацию, разбор заданий ОГЭ. Вот. Я не вижу смысла сейчас на этом останавливаться. Книги я вам показала. Пожалуйста, структура не поменялась. Если вы ежегодно сталкиваетесь с детьми, которые сдают биологию за курс основной школы, то вы знаете, какую структуру имеет эта экзаменационная работа. Ну, вот у меня на сегодня основная часть это все, я закончила. Дальше вас ждут приятные сюрпризы, которые всегда вас ждут в конце любого вебинара. Вот. Вы можете получить скидку при заказе пособий по биологии на нашем сайте. Для этого вы можете ввести данный код. Презентация у вас останется, поэтому код вы не забудете. Вот. И действует эта скидка до 11 октября. Так. Что у нас еще там дальше? А, еще мы показываем, мы говорим про где купить и про вебинары. Там у нас был слайдик, да. Значит, вот покупать можно как на нашем сайте, так заказывать через интернет магазины. Здесь вот, пожалуйста, все контакты, в помощи которых можно связаться с нашим издательством. Написать, позвонить через соцсети связаться. Ну, обычно пишут на редакцию и мне потом передают. Если возникают какие-то вопросы, пожелания, замечания, вот сейчас мы будем исправлять эту ошибку в презентации, можно будет. Ну, у меня все, коллеги, я благодарю вас за внимание. Вот. Желаю вам хорошего настроения, хороших выходных, у кого пятидневка, как у меня, можете позавидовать. Вот. Хорошая погода еще, теплых дненьков. Вот. Следующая встреча у нас уже будет определена. Мы посмотрели результаты, анализ результатов ЕГЭ по биологии двадцать первого года и выяснили, что очень много затруднений вызывают вопросы по курсу человека, его здоровья. И начнем мы с нервной системы, с нервно-гуморальной регуляции функций, поэтому ждем вас на ближайший вебинар 29 октября, который будет посвящен вот этой теме. Я приглашаю не только вас, но и ваших учащихся, потому что мы предложим информацию, которая будет полезна и для детей. Я познакомлю с тем, кто еще не слышал, не видел, какие можно использовать приемы для запоминания довольно сложных вещей. Вы получите презентацию, которой воспользуетесь в своей работе. Кроме того, вам будет доступна еще и видеозапись. Коллеги, ну давайте писать это в высшестоящие инстанции. Я с вами только солидарна, но надо наверное находить и нам с вами какие-то приемы, методы, чтобы дети выбирали нашу биологию как предмет для своей профессиональной деятельности. Вот это уже ваша заслуга. И таких детей вот у нас, например, несмотря на то, что я работаю в гимназии, таких детей становится все больше и больше. вот поэтому находите какие-то приемы, мотивируйте детей, пусть они идут, пусть они будут хорошими врачами, психологами, сейчас это очень модно. вот. Ну, олимпиадные задания у нас писал другой автор. Вот, я как бы с олимпиадами не очень дружу, у меня есть на то свои основания, вот, поэтому, ну, вот олимпиады, скажем так, это не мое. я больше подготовка к экзаменам и даже не столько подготовка к экзаменам, сколько меня больше интересует, как научить биологию, чтобы ребенок выбрал потом биологию для сдачи экзамена. Вот, я не готовлю к экзаменам, я учу биологии, вот так, такой у меня принцип. Сертификат вы, коллеги, получите, если вы дошли до логического конца, он автоматически к вам прилетит на вашу электронную почту, если вы ее правильно написали. Вот. Правильно, я с вами, Ирина Степановна, полностью согласна, поэтому мы поставили так, что сначала мы говорим о регуляции процесса, а затем начинаем изучать системы с их физиологии. Я с вами согласна. Всегда выбирают биологию. Светлана Викторовна, я вас поздравляю. Наталья Алексеевна, презентацию сейчас поправим, и она будет у нас на сайте, вы в свободном доступе, вы ее скачаете. Олимпиады это рост и успех, а не кошмар. Ну, возможно, вы правы, Петр Евгеньевич, но я сказала, что у меня просто свое отношение к Олимпиаде, наверное, это какой-то горький опыт, и никак я не могу с этим справиться. Я попытаюсь как-нибудь изменить отношения. Красноярск тоже так же изучает в порядке эти темы. Светлана Андреевна нам сообщила. Спасибо вам большое, коллеги, за комментарии, за благодарность, за то, что мы с вами мыслим одинаково, правильно, я так думаю. Удачи вам всем. Вижу очень много знакомых, и Дагестан был, я была в Дагестане, помню ваши встречи, и смотрю, был еще и Краснодар, тоже неоднократно приезжала, в Воронеж, и там я проводила семинары, вот Севастополь, Крым подключается, теперь я к вам поеду поучиться по точкам роста в октябре, нету только Магадана. Да, и Казань, наверное, была, да? Зовут Саратов. Вот и Татарстан. О, Зеленодольский район, всем привет. Благодаря вам перестала бояться ЕГЭ по биологии. 29 октября в 15.00 будет вебинар, как обычно. Да, да, и вот Ленинградская область тоже меня вспомнила. Казань, вот, все, всем привет, все знакомые. Минеральные воды, ну, была я в Пятигорске, в Ставрополье, в Ставрополье, минеральные воды, может быть, они подъезжали туда, там же все это рядышком. Луганск, в Дагестане опять ждут. Нет, 22-го вебинара не будет, он перенесен на 29-е, и мы сменили тему, мы сегодня с вами, я вас познакомила с заданиями ЕГЭ, я просто на той неделе, вот, когда 22-е, я буду в Ставрополье сама учиться, у коллег, работе в точках роста, естественно, научной направленности. Будем рассматривать задания по расчетам фотосинтеза, энергетического обмена обязательно. Сальск тоже. Про Сибирь не забывайте. Документ. Так, ну, выйдите, знаете, вот в любой поисковой системе набрать утвержденные минимальные баллы для поступления в ВУЗы. Вот, не знала я, что это так актуально, вывесила документ на стенде своим выпускникам и в учительскую для учителей. Документ будет вступать в силу с 12-го октября. То есть, он еще, ну, вот, который установил минимальные баллы для поступления в ВУЗы. Есть, есть, да. Задания по расчетам фотосинтеза в этом году, надеюсь, что не включены, вот, но мы рассмотрим на всякий случай такие. для освоения основной программы ЕГЭ нету никаких баллов, а в ОГЭ эти баллы всегда даются чуть позже, еще не было этого документа, но раз два года экзамена не было, значит, пользуйтесь тем, что было два года назад. там переводятся эти баллы в оценку в два, три, четыре, пять. И есть рекомендации для тех, кто поступает в десятый класс на профильное обучение, углубленное обучение. Спасибо всем. на глазик нажмите.